Я хочу, как все нормальные люди, жить полноценной жизнью и умереть по старости. Впервые о смерти Резида Хабибулина задумалась в 48 лет, когда она узнала, что неизлечимо больна. У женщины множественная миелома. В народе эту болезнь называют белый рак. Он разрушает костные ткани. И чтобы жить без боли, Резиде каждый день нужны дорогие лекарства. Но денег на них нет. У меня сейчас внучка четырех месяцев. Можно сказать, я ради своих детей живу. Это когда все тело ломит. Но я не люблю жаловаться. Симптомов много. На лечение ежемесячно Резиде требуется 200 тысяч рублей. Именно столько стоит спасение от боли. К сожалению, этой болезни нет в списке тех, лечение которых оплачивает государство. Не хватает денежных средств. Не хватает, наверное, желания комплексно подойти к проблеме. И рассматривать каждого отдельного пациента как... Не просто как человека, которому нужно обеспечить лекарства, а как именно целостную личность, которой хочется жить. И для этой личности каждый день жизни – это просто подарок судьбы. Чиновники, врачи, депутаты и люди, оставшиеся со своей болезнью один на один, сегодня собрались вместе. Они пытались понять, как быть дальше и как помочь таким пациентам. По мнению специалистов, эту проблему нужно решать сообща. Нужны не только деньги, но и знания. Ведь пока наши врачи не в состоянии помочь тяжело больным пациентам. Историю сестер Демьяновых мы впервые рассказывали еще пять лет назад. Они страдают редкой генетической болезнью. При любой нагрузке или ударе у них ломаются кости. В народе таких людей называют крустальными. По сути, каждый раз старичайник, она рискует получить очень серьезные бытовые травмы. Болезнь сестер неизлечима. Наша медицина им ничем помочь не может. Так что пока люди, которые появились на свет с тяжелыми генетическими болезнями, со своими проблемами в этом мире совсем одни. И кажется, никому не нужны.